Я хочу рассказать еще об одном человеке, я надеюсь, что мы сейчас увидим эту девушку на экране, я имею ввиду Елену Мельникову из Ёжкоролы. Она начала внезапно стареть в 18 лет. Довольно тяжело это переживала, хотела даже покончить с собой. Но потом решила, что болезнь можно победить. Испробовав все методы лечения, Елена решила обратиться в одну из столичных клиник. После долгого лечения, операций и косметологических процедур Елена стала выглядеть практически на свой возраст. Но и это еще не все. Александр Сергеевич, вы занимались? Да, это наша пациентка. Мы занимались ей достаточно долго. Мало того, что она пришла к нам уже после пластической операции, результаты через полгода пришли в плохую норму, то есть все это восстановилось. Естественно, мы проводили эстетическую коррекцию, но мы уже были готовы, потому что, к сожалению, мы получили опыт работы с подобными пациентами. И потом мы поняли, что это будет опять временно. И для того, чтобы сохранять результат, мы стали думать, что же мы можем еще такого применить. И поскольку мы, в общем, неплохо в ладах с биотехнологиями современными, которые активно развиваются, мы как-то это протормозили. Вот сколько здесь сейчас на этих кадрах лет? Ну, ей 29 или чуть в этом роде. Около 30 лет. Ну и, в общем, надо пробовать, потому что есть, кроме как, извините меня, стволовые клетки современной технологии, я больше ничего другого не знаю, больше никто ее не придумает. Поэтому, вот, собственно говоря, мы с ней работали, работали, и вот в результате мы все-таки, по-моему, приостановили процесс и, кажется, неплохо сработали. Да неплохо сработали. Что уж вы скромничаете, Александр Сергеевич. Давайте уж откроем тайну. Елена Мельникова должна была сегодня появиться на телемосту, но дело в том, что она находится буквально на последних месяцах беременности. Ну, дело в том, что... Молодец, но с этим надо очень осторожно. Дело в том, что эту новость, Михаил, я знал, когда у нас... Хорошо ли вы ее продиагностировать? Вот давайте Александр Сергеевич и будет нам рассказывать все. Мы, когда у нас была у вас на передаче, Михаил, новость эта уже тогда у нас была. Мы, естественно, очень переживали, потому что мы не знали, чем это может закончиться, насколько будет сохранена беременность, потому что у людей, конечно, с подобными состояниями, реальная проблема с репродукцией. И, конечно, рождение людей с существенными недостатками или нерождение их вообще является задачей актуальной. Поэтому у нее наступила беременность, что было, кстати говоря, удивительно, потому что мы сами удивились. Правильно я понимаю, что она первая мама, да? Вы знаете, наверное, это в мире, я так думаю, потому что я таких случаев не знаю, мы активно стали за этим следить. Ее наблюдают акушеры-гинекологи, безусловно, как с хрустальной вазой, потому что это вообще совершенно непонятная вещь. И современные технологии позволяют делать и диагностику на ранних стадиях беременности, там исключены генетические аберрации, как врачи говорят, или какие-то процессы, которые могут привести к рождению ребенка с отклонениями. Пока что на сегодняшний момент беременность развивается нормально. И, по-моему, что-то в мае у нее какие-то роды должны уже быть. Посмотрим, неизвестно. Ну что ж, нам остается пожелать Лене и ее малышу здоровья и такого же жизнелюбия, какое мы увидели сегодня у Кати. Спасибо вам, Кать. До встречи в прямом эфире. Продолжение следует...